Музыка Ребят, всем привет! Хочу рассказать об американских автомобилях. Стоит ли покупать американский автомобиль? Это настолько часто задаваемый вопрос, что я решил по этому поводу записать видео. Оно мне напоминает один очень старый, древний, бородатый анекдот. Приходит сын к отцу и спрашивает, слушай, папа, а что лучше, жениться или пойти в армию? Отец встал репу, почесал, слушай, сынок, ну если ты женишься, то это, пиши, пропало. Ну, а если пойдешь в армию, то у тебя будет два варианта развития событий. Первый, тебя убьют, второй, ты вернешься живой. Ну, если вернешься живой, то все, пиши, пропало. Ну, а если тебя убьют, то у тебя будет два варианта. Тебя похоронят либо под березой, либо под дубом. Ну, если под березой, то пиши, пропало. Ну, если под дубом, то у тебя будет два варианта. Из тебя сделают либо карандаши, либо бумагу Ну, если карандаши, то пиши пропало Ну, а если бумагу, тогда у тебя будет два варианта Из тебя сделают либо пищу и бумагу, либо туалетную Ну, если пищу, пиши пропало, застрянешь в архивах Ну, а если туалетную, то у тебя будет два варианта Ты попадешь либо в мужской туалет, либо в женский Ну, если в мужской, то это все, это конец истории Если же в женский, то у тебя будет два варианта Тобой будут пользоваться либо спереди, либо сзади Ну, если сзади, то все, пиши пропало Ну, а если спереди, то нафига тебе жениться Так вот, американский автомобиль Приобретая американский автомобиль, вы понимаете, что у вас будет два варианта Либо же он достанется хороший, не сильно битый Либо же будут сюрпризы Занимаясь американским автомобилем, первое, что вы столкнетесь, это с аукционом Ну, имеется в виду с игрой на аукционе И здесь у вас будет два варианта Вы либо выиграете тот автомобиль, который вы захотели, ну или же нет Ну, а если нет, то понимаете, что вам придется искать другой автомобиль После того, как выигрываем автомобиль, мы понимаем, что он будет еще плыть И это нифига не полтора месяца Не, иногда бывает, но скорее-то исключение из правил, нежели закономерность Очень часто бывает автомобиль, контейнер с автомобилем Оставляют на перекладном порту И следующая загрузка, это приблизительно 28 дней Абсолютно нормально Машина приходит в порт, ее нужно забирать Забирать, как правило, из Одессы В Одессе, ну, есть случаи того, что воруют с автомобилей что-то Вот крайне у нас, например, машины был X5 BMW Вытянули фонари, которые лежали на заднем сидении Дверные карты А из Audi забрали навигацию, вытянули и еще один ключ Зачем им ключ, не знаю, но факт остается фактом И такие случаи, поверьте, они совсем единичные Таких случаев много, когда что-то выдергивают с автомобиля Вот я несколько раз забирал в Клайпиде Там вопросов не возникало Приехал, все как заявлено, так и есть Но не суть дела Если машину обнесут, это, конечно, беда Нужно будет что-то докупать Ну, а если нет, то у вас есть два варианта Либо же она поедет своим ходом Что маловероятно И тут есть два варианта Либо же она поедет на тралле Если она поедет своим ходом Настоятельно рекомендую, сделайте страховку Там цена вопроса 120 гривен Но пока вы доедете на этой машине Из порта в место назначения к таможне То понимаете, что у вас по дороге полицейский мост За эту страховку так высосут, что мало не покажется Не пренебрегайте этим Дальше начинается таможня Ну, здесь с американским автомобилем и таможней все просто Здесь цены не повышают Потому как здесь есть в открытом реестре подтвержденная цифра За этот автомобиль Поэтому более-менее здесь будет нормально Но дальше начинается завязка сюжета Ремонт это реально самый тяжелый процесс со всего этого действия Потому как приблизительно по фотографиям понять, что нужно Какие запчасти Если это притертое крыло, локнувший бампер Это такое дело Но если же у вас получается так, что вскрытие показывает, что у вас есть дополнительные дефекты Вот здесь вот начинается карусель Лонжерончики у него целые, стойки целые Но, конечно, навешали на нее Такой мрак Мрак Ну, я сейчас засниму видео Скину Здесь самое До ума имеется в виду, что было идеально Ну, в смысле, хорошо Это поменять крыло, поменять дверь И поменять еще одно крыло Если дело касается ремонта У вас есть два варианта Либо вам попадется хороший мастер Либо же не попадется хороший мастер Ну, если попадется хороший мастер То вы попадаете в очередь Как правило, ожидаете Сейчас наплыв американских машин довольно хороший Поэтому все нормальные мастера Они более-менее заняты Скрытые дефекты Они на то и скрытые Что вскрытие покажет Насколько там все печально И нужны ли какие-то запасные запчасти И вот если нужны У вас есть два варианта Но не буду томить На самом деле Европейские автомобили В большинстве случаев Практически всегда По кузовным элементам Отличаются от американских И с европейских автомобилей Запчасти не подходят Хотя если полностью менять Например, если взять Ауди То меняются все фонари бампера И никто не поймет, что это была американская машина Но если речь идет о частичном ремонте То понимаете, что там все свои кронштейны Которые нужно заказывать А это пинг-понг может быть Почему пинг-понг я называю Потому что Заказываешь запчасть По ВИН-коду Приходит Нифига не такая И начинается Отправь эту Получи другую 28 дней еще ждем В общем, все как всегда Все как обычно Если же все-таки Всплыли скрытые дефекты То у вас есть два варианта Первый Это все-таки Увеличить бюджет На нормальный ремонт Или же Экономить И покупать запчасти Не оригинальные Например, с разборки Если не хватает денег с разборки То надо покупать лицензионные Не хватает денег на лицензионный Полкар Клокер Хольм То нужно покупать Уже китайские запчасти А что такое китайские запчасти Есть пример Я сейчас покажу Я скажу честно Я такого еще не видел Ну, в смысле Это дверь китайская Ну, типа классно, недорого Крыло Ну, в общем, для сравнения Сейчас попробую Показать Ну, вот даже Порезаться можно Покреплением здесь И то, как выглядит Нормальное крыло То есть везде все закруглено Везде все нормально Дальше люди Экономят на краске Экономят на материалах Вместо акриловые Покупают алкидные Вместо того, чтобы загрунтовать Красят просто По голому металлу В общем, сюрпризов На самом деле С ремонтом Может быть Очень много Ремонт, в принципе Не могу назвать Так, чтобы он Совсем некачественным был Но идеальным Тоже его не назовешь Потому как Не все элементы Поменены Но, тем не менее Значит, по показателям Кстати, вот что касается Ремонта Вот здесь вот Дверь чуть-чуть Заломана Но ее никто не делал Это я как бы вижу Вот, в принципе Здесь А это свежее крыло Свежепокрашенное И покрашено оно Прям без грунтовки Прям беда Прям вот не очень хорошо Прям плохо Капот тоже Покрашен без грунтовки Машину сделали Но не до конца И самое печальное Начинается Для тех Кто хочет купить Автомобиль Уже здесь Недорогой Почему печальное Потому что Люди, которые Хотят заработать Там цель стоит Купить машину Подешевле Отремонтировать ее Подешевле И продать Как можно дороже И вот здесь Начинаются качели Вот здесь вот Начинается самое веселое Выбери Нормальный автомобиль Среди того, что есть Если же вы хотите Сэкономить время И приобрести Американский Восстановленный Автомобиль То самое главное Понимайте, что В американском Автомобиле Это важно Целостность Силовых Элементов Если же Она будет нарушена То безопасности У этого автомобиля Не будет Сейчас попробую Объяснить Почему Для примера Ну я не знаю Например Как понял Мой 9-летний сын Берем маленький Кусочек бумаги Можно большой Но на маленьком Более Спасибо На маленьком Более Будет понятно Берем этот шматочек Бумажки Комкаем его Разравниваем Можете его После этого Погладить И попробовать Смять опять Так, чтобы Оно смялось По новому Процентов 75 Будет Изгибов Среди тех Которые Уже имеются И именно Так Будет С металлом Который Был Сжат От удара И выровнен То есть При следующем Ударе Пусть он Будет Уже Другой Вопрос В том Чтобы Эта силовая Конструкция Осталась Силовой А она Уже Будет Нарушена И в этих Местах Которая Уже Была Согнута Оно Снова Будет Гнуться И Намного Легче Оно Будет Гнуться В этих Местах На самом Деле В Автомобиле Который Имеет Небольшой Пробег Там Небольшой Износ Трущихся Элементов Которых Там Тысячи Штук В Автомобиле И чем Меньше Пробег Тем Меньше Износ Но Главное В автомобиле Это не Трущиеся Элементы А Безопасность Потому Что Если Вы Где-то Вклипаетесь То Самое Ценное Что У человека Есть Это Его Жизнь И Здоровье Железа Серьезно Скажу В жизни Было Очень Много И Его Будет Еще Больше Но Целостность Кузова Это Реально Действительно Важно Хотя У кого-то Может Быть И Другое Мнение Ну А Если Серьезно То Если Вы Выбираете Себе Американский Автомобиль Первое Что Вы Понимаете Речь Сейчас Пойдет О том Что Машина Покупается На Аукционе И Привозится Сюда Если Вы Это Делаете Самостоятельно И Впервые Будет Много Подводных Камней Я Все Таки Рекомендую Обратиться К тем Людям Которые Это Делают Много И Часто Это Точно Не Я Потому Что Много И Часто Это Людям Обещают Полтора Месяца Я Если Этим Занимаюсь То Вы Понимаете Что Этот Вариант Может Растянуться До Полугода Ребят Для Тех Кто Собирается Покупать Аварийный Автомобиль Из Америки Не Забывайте О том Что Это Все Таки Лотерея И Я Вам Искренне Желаю Здесь Удачи Потому Что В этом Деле Или Удача Или Большие Финансы Если Вы Досмотрели До Конца Это Видео То Значит У Вас Есть Интерес К Теме Автоподбора Хочу Сказать Что Я Нуждаюсь В Сотрудниках Мне Мне нужны Менеджеры По Продаже Это Те Люди Которые Сидят За Телефоном И Отвечают На Очень Часто Повторяющиеся Одни Те Же Вопросы И Также Мне Нужны Специалисты По Выбору Автомобилей Это Может Быть Рихтовщики Это Может Быть Слесаря Обязательное Требование Для Тех Кто Считает Себя Авто Экспертом Это Жить Киев Под Этим Видео Я Оставлю Контакты Человека Который Будет Заниматься Трудоустройством На Все Вопросы Вам Дадут Ответы Ну А С Вами Был Николай Тарануха Киев Компания Одинавто Всем Удачи На Дорогах Всем Пока Пока